13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». В студии Анна Лапшина и мой сегодняшний гость, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» Азиз Агаев. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Прямо, я так понимаю, с поезда к нам, да? Ну, не совсем с поезда, но близко. Но близко. Хорошо, Азиз Алиевич, я просто теряюсь, на самом деле, с чего начать, потому что темы готовила вчера вечером, сегодня с утра появилось много разной новой, другой интересной информации, но, тем не менее, начнем все-таки с экономики. Значит, я бы хотела оттолкнуться от публикации в бизнес-новостях bnkerov.ru. Публикация называется «Кто с рублем к нам придет?». Собственно, это такой анализ предварительных итогов, подведенных Кировским Минэкономразвития по поводу того, сколько инвестиций было вложено в экономику нашей области в этом году. Вы, я так понимаю, что посмотрели, да, его? Ну, конечно, посмотрел, да. Вот. Ну, на самом деле, там много цифр, много разных показателей. Очень хотелось бы, на самом деле, понять, все-таки ситуация как-то меняется по сравнению с прошлым годом или нет. Вы спрашиваете, инвестируют ли больше? Инвестируют ли больше или инвестируют ли меньше? С чем это может быть связано? Ну, я бы тут так сказал, что те, кто начинали какие-то инвестиционные проекты, и если там большая часть инвестиций приходится, например, на 2016 год, или придется на 2017 год, или приходилось на 2015 год, то они все равно будут завершать. Вы знаете, что предприниматели, которые, я считаю, ну, скажем, золотой частью наших людей, потому что это люди, которые создают национальные богатства, в отличие от чиновников, которые распределяют, делят и распределяют то богатство, которое создают предприниматели, они, поставив цель, как правило, от этой цели не отказываются. И если они эту цель поставили, то, скорее всего, они просчитали. И, соответственно, если они начали инвестировать, то они будут продолжать. То есть, в данном случае я не могу сказать, и, скорее всего, это так и есть, что кто-то начал новые инвестиции в 2015 или 2016 году. То есть, это все продолжение старых проектов, старых договоренностей еще каких-то, да, существующих? Ну, старых договоренностей в каком смысле? В том смысле, что предприниматели запланировали, и если они могли бы за счет этого получить какие-то преференции у чиновников, то они, значит, договорились с чиновниками о том, что они будут инвестировать, и что взамен получат. Там где-то льготы по налогам, где-то, значит, дополнительные преференции. И, собственно говоря, продолжают инвестировать. И не случайно вот в вашей ссылке есть название этих предприятий, в том числе в лесной отрасли. Но это достаточно крупные компании. Это достаточно крупные компании. Это действительно вот эти отрасли, которые называются. Это лесная, сельскохозяйственная, да. Строительство. Строительство. Ну, строительство. Машиностроение. У строительства тут есть определенные проблемы все равно, но, тем не менее, продолжают строить. В сельском хозяйстве. Но там вот не названо, например, Кировская молочная, молочный комбинат. КМК, да? Да, который тоже, значит, в этом году запустил производство порошка, значит, молочного, да, и показывал, демонстрировал это свое новое производство. Ну, и ряд других компаний. Среди лесных я бы, например, проектов я бы отметил компанию «Строй лес». И, собственно говоря, один из родителей компании «Строй лес» сегодня основал новый инвестиционный проект «Хольтхаус». Это Юферев Николай. Это молодой, амбициозный, грамотный, очень энергичный и, самое главное, порядочный бизнесмен. Ну, скажем, это золото из золота. Ну, в таком смысле, если можно так сказать, да, из элиты. И этот человек реально инвестирует и реально создает рабочие места, причем высоко технологичные и, ну, скажем, высоко оплачиваемые рабочие места. Вот в этом смысле другие тоже работают, те, которые вот вы назвали, да, но поэтому я бы сказал, что органам власти нужно пристально. Не в смысле, что что-то у них отобрать, что было дано там до предыдущих представителей власти, да, а в смысле, что не надо ли им помочь, чтобы они завершили по-хорошему эти инвестиционные проекты. Потому что компании, которые, как правило, участвуют в инвестиционных проектах и продолжают эти инвестиционные проекты, это прозрачные компании. Это компании, которые открыто работают, и у них в бухгалтерском учете можно прийти и увидеть все, что они делают. И здесь снова бы вернулся, скажем, к молочному комбинату, который, там, чуть ли не по миллиарду в год перечисляет, там, в бюджете, там, различных уровней. Ну, и еще ряд других компаний, в том числе те, которые я назвал, которые готовы, либо находятся в этом направлении, то есть направлении полной прозрачности всех своих денежных потоков. Ну, хорошо, это мы говорим о том, что у нас уже имеется. А если мы будем говорить о привлечении новичков, ну, условных новичков, да, понятно, что это люди, наверное, не новички в бизнесе. Есть шансы какие-то улучшить нам свои позиции? Ну, во-первых, сейчас не очень время. Вообще в российской экономике. Да, потому что если у нас пока еще и правительство Российской Федерации не сильно себе представляет, не сильно пропагандирует, как оно будет развивать, значит, экономику в России, и какие предлагают варианты для бизнесменов соучастия в этом развитии, да, это экстраполируется, или, как это вам сказать, это отражается в деятельности, в том числе и областного правительства, и, там, местных органов власти, там, потому что, ну, вертикально у нас выстроено, все понятно. Это первое. Второе, значит, вторая ситуация, второй момент, который, почему, наверное, бизнесмены подождут и посмотрят на ситуацию, нет доступных финансов для развития бизнеса. Заемных финансов, мы имеем в виду, да? Заемных, конечно, то есть инвестиционных финансов, да, какая разница, заемные они или не заемные, то есть у нас нету фондов, которые бы, вот, как бы, ну, маленькие, фондики есть, там, типа, для микропредприятий, там, миллиончик дать, там, еще чего-то, а на более серьезные, там, бизнес, не замахнись, потому что можешь не подтянуть, вот, что мы видели на примере, значит, компании Tech Enterprises, который подготовил выпуск новых плит и с достаточно серьезным рынком, и в результате того, что банки отказали, ну, я не знаю, из каких соображений, кто-то говорит, из соображений, что хотели, чтобы, там, аффилированные свои лица, там, выкупили банкротические предприятия, кто-то ищет, что ошибка, там, руководителя, там, разные, как бы, причины, но из-за того, что руководство не смогло получить заемные средства в оборот, да, и чтобы, потому что предприятие инвестируя, собственно говоря, оголило, оголило свои оборотные средства, да, ну, и получается, что вот серьезные инвестиции, там, 100 миллионов и выше, причем, на перспективных направлениях, ты можешь остаться... Без штанов. Без штанов, грубо говоря, да, я думал, можно это говорить? Можно. В эфире у нас 18+, я надеюсь, там. Вот такая ситуация. Это второй момент. И третий момент на территории области, новое руководство области, и пока не очень понятно, как оно собирается... Взаимодействовать. Взаимодействовать. Взаимодействовать, как оно собирается поддерживать. Ну, декларируется, что собирается поддерживать как раз тех, про кого вы говорите. Ну, немножечко, я бы сказал, как предприниматели говорят, пока на сегодняшний день декларации расходятся с действиями. Это в предпринимательских кругах так говорят? Да, так говорят предпринимательских кругах. Пока, как бы, расходятся. Ну, хорошие декларации я тоже иногда слышу, хорошие там, но пока они не кладутся на конкретные, ну, как это вам сказать, — То есть примеров привести пока не можем? — Сложновато. То есть что-то натянуть можно, но пока вот обстановка такая. И конкретно обстановка ещё и не только выражается в действиях пока не очень понятных областного руководства, но ещё и в действиях контрольно-надзорных органов. — Угу. — То есть тоже… — При этом я хочу сказать, что мы вот тут съездили налоговый форум, который ежегодно проводится в ТПП России. — Это в Москве было? — Да. Один из ключевых там надзорных органов налоговое, например, Кировское управление налоговой. Как я понял из того, как мы пообщались там, что является ну не самой, как это сказать… — Не самой драконовской структурой. — Не самой драконовской структурой, то есть на территории России. То есть я бы сказал, что даже очень и очень действует иногда очень гибко в отношениях с бизнесом, то есть предлагая те или иные моменты, то есть выполняя, собственно говоря, то, чего декларирует Министерство по налоговым сборам, а именно конкретный взгляд на конкретный бизнес и партнёрское отношение с бизнесом, который прозрачен и по какой-то причине, по какой-то ошибке, может, там где-то чего-то недоплатил. — Ну то есть с нашими налоговиками вполне можно договориться, имеется в виду… — Диалог. Слово «договориться» нельзя употреблять, да? — Нет. Разумеется, я имею в виду юридический числ. — Да, вступить в диалог и привести свои аргументы, и они будут реально выслушаны и реально будут учтены при проведении контрольных мероприятий. То есть эта практика это показывает. И здесь, конечно, огромная помощь Вавилова, который очень часто на стороне бизнеса выступает достаточно активно. — И переговорщик, да? — И переговорщик очень серьёзный. Потому что человек прошёл жизненную школу бизнеса, и это ему реально в жизни помогает. — Андрей Николаевич Вавилов, уполномоченный по защите правопредпринимателей в Кировской области. Мы о нём сейчас говорили. Сделаем небольшую паузу и вернёмся. Особое мнение продолжается. В студии Анна Лапшина и директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа Азия Сагаев». Он высказывает сегодня своё особое мнение. Говорим об инвестициях, об экономике. Вот хотела на чём сосредоточиться. Некоторое время назад в Кирове прошёл гражданский форум. И в Фейсбуке Олега Кассина, руководителя Фонда поддержки предпринимательства «Содействие», возможно, я ошибаюсь, выложена резолюция экономической сессии этого гражданского форума. В частности, там есть момент, как раз касающийся инвестиций. Собственно, вот обсуждали, обсуждали и к чему пришли. Пришли к выводу, пишет Олег Кассин, что смыслом региональной экономической политики должен стать курс на создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата во всех 45 муниципальных образованиях Кировской области. На сбережение людей, умножение человеческого капитала, как главного богатства региона. Об этом у нас всегда говорят. К сожалению, нефтью мы не богаты. Вот. И, собственно, один из методов, который предлагается, это освободить муниципалитеты от рутины, заполнение вороха отчётов и справок, да, тем больше времени для непосредственной работы с предпринимателями и инвесторами, с людьми. Вот тут у меня вопрос. Помимо крупных каких-то предприятий, ну там в сфере лесопереработок, ещё чего-то, да, в сельскохозяйственной сфере, в муниципалитетах, в районах Кировской области, вот куда мы можем привлекать инвестиции? – Честно говоря, сложно назвать, может быть, сферу услуг, которых муниципалитетов, как правило, не сильно… – Ну это же совсем микро, получается. – Не сильно развито. Но дело в том, что у нас даже в этой сфере есть определённого рода проблемы. Ну, сложно говорить, за все муниципалитеты у нас отдельный муниципалитет от отдельных отличается. Давайте, всё-таки у нас есть сельскохозяйственные муниципалитеты, скажем, районы. – Районы области. – Да. У нас есть лесные районы области, и, значит, по сельскому хозяйству можем отличать, но у нас есть промышленные районы, можно, наверное, к ним там Слободской, Амутнинск, значит, Чепецк отнести, да, где есть достаточно такие серьёзные основные производственные фонды, на базе которых можно что-то строить. Что касается, наверное, научного бизнеса или научно-производственного бизнеса, наверное, это кроме Чепецка и Кирова, ну и, может, частично, в Амутнинске, наверное, больше нигде это особо невозможно. Может быть, ещё какие-то могут быть варианты бизнеса, но по каждому району надо смотреть конкретно. Я, честно вам скажу, уверен, что в каждом районе можно такие вещи найти. Мы как-то, когда начинали один раз по просьбе главы Белохолуницкого района рассматривать этот вопрос по Белой Холунице, то мы даже приходили к варианту, что в Белой Холунице можно реально построить небольшую фабрику лекарственных растений. Ну, чтобы их... Переработки, да? Да, ну, переработки, продажи. Можно их не лекарственными называть, а просто чаями там. В конечном итоге мы видим, что у нас есть такая компания, там, Смарк и Иван Чай, которые успешно достаточно действуют. Я не знаю, где они собирают там свои вот эти растения, но тем не менее. То есть я уверен, что в каждом районе можно найти такие варианты для развития бизнеса. Ну, вы знаете, вот... А действительно вот эта проблема, она большая, да? Она большая в каком смысле? Местные власти завалены бюрократическими какими-то обязательствами, там, оправлением бумаг и всего остального вместо того, чтобы работать с людьми. Да, там бумаг достаточно много, но действительно, реально и самым сильным приветствием, с моей точки зрения, является одно – недостаточная компетентность руководителей районов в области управления развитием экономики и бизнеса. То есть эти люди не знают, как управлять и развивать бизнесом. И это не является приоритетом при оценке их работы. А что является приоритетом? Ну, вот как раз правильное заполнение бумаг. Вовремя выполнено распоряжение там сверху. Постараться не допустить каких-то там правовых ошибок. Вдруг на тебя тоже там контрольно-надзорные правоохранительные органы там... Накопают что-нибудь. Накопают что-нибудь там, да. Вот, то есть как раз управление и развитие экономикой не являлось и не является приоритетным в оценке деятельности глав районов. Поэтому их и подбирают, собственно говоря, как правило, ну... – Послушно? – Послушно. Ну, часто, ну, бывает, я вот много знаю там, офицеров бывших там. Ну, приказ поступил, выполнили. Вот. Ну, начальство лучше знает. А то, что начальство там редко бывает в этой местности и не знает условий этой местности, кровавая ситуация, это часто приводит к неправильному принятию решений и трансляции этих решений вниз, да, и очень часто руководители муниципалитетов, даже зная, что это решение, ну, как минимум, скажем, не приведет к эффективному выполнению поручений. Тем не менее, они его выполняют. – Потому что вынуждены. – Ну, короче, вот главное – драмотные специалисты и правильно расставленные приоритеты оценки, в оценке деятельности этих руководителей. Я вот так считаю. – Возможно изменить ситуацию? – Да, конечно. – И до какого времени это поднимется? – Анна, вы же знаете, что я оптимист. И я верю в то, что люди способны на многое. Главное – их правильно смотивировать и правильно научить. Вот. И уверен, что эти сроки не более года. То есть можно за год изменить всю ситуацию. Для этого нужно систематически и последовательно проводить принятые решения. То есть меня как-то спросили, что важно, важнее демократия или вот авторитарный стиль управления или демократический стиль управления. Ну, в стадии принятия решений важна демократическая, так сказать, составляющая, да, и большая часть должна быть демократическая, потому что надо создать условия, чтобы люди могли больше идей накидать и больше высказать свое мнение. А в стадии реализации только авторитарный стиль. – То есть, я так понимаю, это тоже, что приветствуется во многих коммерческих компаниях. То есть пока мы думаем, какое решение принять, обсуждается и принимается все предложения, но как только мы приняли решение, то все. – Абсолютно верно. Именно такой подход должен быть и в государственном управлении, в муниципальном управлении. – Я поняла. А здесь Оливич, такой немножко странный вопрос. Скажите, пожалуйста, о, скажем так, в вопросе привлечения инвестиций, насколько большую роль играет информационная открытость властей? – Информационная открытость, ну, в каком смысле информационная открытость? – Ну, публикация всех более-менее значимых решений достаточно оперативна. Донесение своего мнения до жителей того или иного муниципалитета. – Вот смотрите, публикации и донесения, они друг от друга отличаются. – Разумеется. – Вот, скажем, можно опубликовать, например, в газете какое-нибудь постановление. Но дошло ли это до бизнесменов? Вот сейчас ситуация по всей стране очень интересная. То есть можно опубликовать законодательный акт, там, закон или еще какой-то. И окажется, что люди вообще не знают и не слышали о нем. Почему? Потому что если раньше российскую газету или какую-то там другую газету «Правда» или там еще все выписывали, читали и там было видно, и там всенародное обсуждение тех или иных происходило, то сейчас не выписывают. – Сейчас и практика обсуждений куда-то делась. – Да. И оно у нас считается по закону, что если опубликовано, то вступило в силу. И незнание закона не освобождает нам эту ответственность. Поэтому, когда вы спрашиваете информационную открытость, нужно думать о том, чтобы вот эта информационная открытость и вот эти вот принятые решения, если они там во благо, да, обычно решения не во благо, стараются не афишировать, тихонечко там провести, как это было позапрошлом году, с увеличением коэффициента на единый налог на умененный доход, которое тихоря было принято, введено там и так далее и так далее в городе. А вот доведение – это очень важно, вот очень важно. Вот это доведение… – Ну, то есть это уже непосредственная работа с предпринимателями? – Вот кто-то должен, кто должен, принимающий как бы новые нормативные акты страна, а именно сильная государственная страна, должна подумать о том, как довести эту информацию до тех, чью деятельность этот нормативный акт будет регулировать. – Собрание профильное тех или иных заинтересованных лиц подходит? – Подходит, использование всех методов, по районам собрать всех бизнесменов, там еще как-то прямо, вот это надо заставлять делать в муниципалитетах, иначе получается не очень хорошо. – Я поняла Вас. Мы сейчас немножко развернемся, у меня есть такая хорошая тема для Вас. Скажите, пожалуйста, Азиз Альич, Вы болельщик? – Я немножко болельщик, немножко нет. Ну, когда команды там России выступают, там где-то, я болельщик. А когда внутри России, ну, так мне интересно посмотреть, футбольные матчи, гангбольные матчи. – За командой Родины следите? – Ну, так только в прессе. – Понятно. Я почему спрашиваю? Тут, собственно говоря, тоже было собрание предпринимателей, но посвященное немножко другому вопросу. – Я присутствовал на этом собрании, да. – Это вот Дмитрий Александрович Курдюмов, да, призывал наших бизнесменов каким-то образом объединиться и помочь команде Родина, у которой достаточно бедственное положение, как я понимаю, да. Ну, она не одна такая, у нас все команды по русскому гадею перебиваются. – Как правило, по России многие провинциальные команды в таком положении. – Как относитесь к предложению? – Поделиться деньгами? – Да. – Ну, как, пусть каждый сам решает. То есть, у каждого есть свои приоритеты. У меня в том числе тоже, как у бизнесмена, есть определенные приоритеты. То есть, вот в пределах того, чего я могу, значит, это там школа, это ветераны. Значит, вы знаете, школы сейчас тоже находятся в бедственном положении там, да. Это, значит, деятельность благотворительного фонда «Азербайджан», там связанные с межнациональными и межконфессиональными отношениями. Ну, вот для меня вот это вот как бы приоритеты. А что касается клуба, например, в которых там хоккеист получает, например, там 10, 20 или 30 раз больше, чем средняя зарплата по Кировской области. Я точно такой же противник больших зарплат депутатов, вы знаете, там государственные думы, да, которые там в 20 раз больше получают, чем средняя зарплата по Кировской области, при этом не переработали, не переработали, скажу так. Вот. Поэтому, ну, для меня, ну, хорошо. Может быть, каким-то болельщикам там 2 тысячи, 3 тысячи, 4 тысячи там вот. Может, они не задумываются, от этого удовольствия получают. Ну, пожалуйста, они могут поделиться. Если хотят. Если хотят своими деньгами. Но ведь многие хотят поболеть, но не делиться. И пусть они, как бы, вот и платят такую заработную плату там игрокам. А я считаю, что я не буду. Ну, есть люди, которые готовы, которые зарабатывают больше. Вот из тех, кто там попечительский совет там вошел, я почти всех лично знаю там, да. И я понимаю, например, когда завод Лепси выступает там попечителем и спонсором. Но он исторически, можно сказать. Это родители этой команды, фактически, да. И, ну, для Лепси это вообще часть истории там, да. Вот. Наверное, есть люди, которым интересно посидеть в попечительском совете рядом с губернатором. То есть, на самом деле, для многих бизнесменов это, я многих знаю, для которых это важно, посидеть близко с губернатором. Потому что можно там какие-то еще вопросы там пообсуждать. Я не считаю, что это неправильно. Ну и просто засадиться рядом. Да. Я не считаю, что это неправильно. Потому что губернатор должен быть в этом смысле ближе, как бы, ну, к народу, в том числе к бизнесу. И это вовсе не означает, что губернатор будет чьи-то интересы там лоббировать, да. Но такое положение, то есть, такая близость позволяет иногда более объективно оценивать те или иные обстоятельства в бизнесе или там в жизни и так далее. То есть, поэтому, ну, пожалуйста, есть такие люди, которые готовы платить и 3, и 4, и 5, и 10 миллионов, чтобы посидеть в попечительском совете рядом с губернатором. Серьезно? Есть такие в Кировской области? Есть. И которые хотят показать, что, например, там, если они были, там, лопали в прошлом периоде, там, то сейчас они, там, типа, не лопали. Ну, есть просто чистолюбивые люди. Ну, чего тут говорить? Это же обычно. А идейных, идейных болельщиков, идейных поклонников среди бизнесменов нет? Затрудняетесь ответить. Да, я вообще затрудняюсь, что есть ли идейные болельщики, там, ну, наверное, вот еще раз говорю, там, завод Лепси, например, там, да, или там, Смирнов, который спортсмен. Угу. То есть, для них вопрос в честь. Сам по себе, для него, наверное, он вот хочет спот поддержать. Угу. Все остальное, понятно. Сейчас сделаем небольшой перерыв на 2 минуты и вернемся в студию. Программа «Особое мнение» продолжается. В студии у нас Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ». Наш коллега, можно сказать, Анна Лапшина. Да, здравствуйте. Добрый день еще раз. Да, Азиз Алиевич, возвращаясь все-таки к теме Родины, хочется мне ее добить, я хочу у вас спросить. Все равно наверняка после подобных собраний вы как-то с коллегами, с бизнесменами собираетесь, обсуждаете там, да, кто готов, кто не готов. Были высказаны какие-то, либо вот, ну, явно позитивные отклики, да, вот я готов, ладно, пусть немного, но я дам. Ну, там были люди, которые встали сразу и сказали, что, ну, вот, я считаю, там надо поддержать, там, попытка была у Дмитрия Курдюмова, там, чтобы там решение приняли, направление, там, но пришлось объяснить ему и президенту, что у нас нету права управления принимать по поводу, там, спонсорской благотворительной помощи, там, принимать какие-либо решения. Ну, обсуждали, да, ну, пришли, попросили, вот, ну, наверное, я еще раз говорю, у каждого свои мотивы. Наверное, люди найдутся. Наверное, найдутся люди, которые, но самое-то интересное, что там озвучиваемые 40 миллионов, это только на обеспечении игр, то есть это автобусы, там, еще чего-то, еще чего-то, наверное. Ну, там, может, частично входит, может быть, не входит, там, тут важно другое, что я вот, когда услышал это, я понял одно, что если команда финансируется из общественных источников, даже пусть это бизнесмены, там, или частично из бюджета, или не из бюджета. Из бюджета, насколько я понимаю, нельзя сейчас. Ну, так или иначе, там, да, то есть, там, какие-то деньги, там, детская спортивная школа, например, финансируется из бюджета. Это, да, это разрешено. То есть, эти деньги все должны быть, я считаю, я убежден в этом, что получаемые деньги должны, расходуемые средства должны ежемесячно в прессе публиковаться. Поступило столько денег, направлено на то, на то, на то, на то. Значит, заработная плата игроков 500 тысяч, 300 тысяч, 200 тысяч, 100 тысяч, там, и так далее. На покупку коньков для детей. Ну, то есть, я к тому, что, вот, для меня это важно. Прозрачность. Тогда, может быть, да, тогда, может быть, в какой-то момент и я буду мотивирован на то, чтобы, ну, или еще кто-то, другие люди, чтобы вот в этот момент оказать помощь, там, команде Родины. То есть, не только поступления какие-то, да, чтобы ассишировались, но и расходы тоже. Да, расходы. Я, насколько понимаю, есть... Потому что поступление, может, и не нужно по именам, потому что некоторые не захотят, чтобы их именно звучали. Ну, естественно. Звучали. Да и не все, наверное, даже будут упоминаться. Да, да. Ну, сумма поступлений может, в общем, опубликована. А вот расходы должны быть поименны. Вот куда, на сколько, потому что раз уж вы, значит, обратились... За народным финансированием. Вот, и чтобы, там, с чемпионами стать, купили того-то, того-то, там, одному за миллион зарплату, другому, там. Ну, пусть люди думают, хотят они быть чемпионами, там, значит, платят, там, по миллиону, там, например, каким-то ведущим игрокам. Или лучше, там, на шестом-седьмом месте радоваться, там, или в восьмом месте радоваться победам, но при этом... Вкладывать меньше. Ну, вкладывать меньше, или, там, не считать себя... Некоторые люди же, посмотрев на такие зарплаты, чувствуют себя какими-то изгоями. То есть, у них ощущения совсем другие. Поэтому, чтобы вот не было такого. Еще у меня вопрос все-таки по поводу народного финансирования, раз уж мы об этом заговорили. То есть, не только бизнес, не только крупный бизнес, там, средний бизнес, да, но и обычные болельщики, которых в Рио губернатор призвал помочь, покупать абонементы и прочее. Ну, они так и так его покупают. Просто абонемент позволяет сразу сформировать определенные финансовые, там, средства, что ты купил, уже не откажешься, там. Хотя, наверное, если ты не пошел на остальные игры, то, наверное, можешь вернуть, сказать, что я не использовал, там, верните мне обратно деньги. Наверное, купивший, скорее всего, этим заниматься не будет. У меня вопрос вот какой. Тут некоторые злые языки все-таки утверждают, что сотрудников некоторых бюджетных учреждений не то чтобы заставляют, но как-то вот так рекомендуют им все-таки приобретать вот эти абонементы, пожалуйста, для себя, для членов семьи и прочее. Насколько вообще это допустимо? Я не знаю. Это недопустимо, но, с другой стороны, с каждым человеком можно делать только то, что он позволяет в отношении себя сделать. То есть, я знаю тысячи случаев, когда человек позволяет унижать свое достоинство. Но глупо же, Айзи Салевич, увольняться из-за тысячи рублей. А почему глупо? Ведь не из-за тысячи рублей увольнения, это из-за принципа. Просто каждый раз ты взвешиваешь. Вот мне важно, чтобы я был в положении раба, или мне важно прокормить семью, например, и получать эти там… А если я уйду оттуда, то где я устроюсь? То есть, понимаете, чиновникам, как правило, очень трудно устроиться, потому что легко… Но они привыкли к некой стабильности. Да, легко устроиться профессионалу и легко предпринимателю-бизнесмену. Ему, по большому счёту, всё равно. Он ни у кого профессионал, он везде пристроится и будет получать большие деньги. А вот люди непрофессиональные, им сложно. Поэтому каждый для себя решает. Я сегодня там перешагну через то, что мне плюнули там в душу, например. Но это ведь может войти в привычку. Но, с другой стороны, ну всё-таки родная команда. Ну, а с другой стороны, можно себя оправдывать этим. Я не болею, но это же родная команда. История, опять же. Да, ну тогда я думаю, что я тысячу таких оправданий найду и попрошу тоже у них деньги. И попрошу обязать этих людей тоже по тысяче рублей давать. Есть масса нерешённых проблем в городе и области. Есть масса избитых судеб там… По чуть-чуть. …людей. Причём людей, которые не получают по 100 тысяч, по 200 тысяч. А людей, которые живут гораздо хуже и в худших условиях. Я поняла. Спасибо. Ну, по команде Родина, насколько я понимаю, у нас ещё должен быть эфир на этой неделе. Я надеюсь, что члены попечительского совета нам расскажут всё-таки о том, как они планируют расходовать средства, как они планируют их собирать. Меня, знаете, не интересуют, как планируют. Да. Меня вот эти картинки, которые всё время рисуют, а потом не отчитывают, вообще не интересуют. Меня всегда интересуют, вот прошёл месяц, ноябрь, вот купили люди абонементы, вот, пожалуйста, про ноябрь нам расскажите. Декабрь прошёл, пожалуйста, расскажите. То есть, вот это было бы правильно. А так, сказки рассказывать, ну, я тоже могу. Хотите, могу 45 минут вам тут какую-нибудь весёлую сказку рассказать. Вот так, усыпить бдительность там людей или там. Из сказок надо переходить к реальности. Будем надеяться всё-таки, что сказок у нас будет меньше, а больше будет какой-то фактической информации, и она будет опубликована в открытом доступе. Ладно, по команде Родина давайте пока закроем тему. У меня есть ещё одна тема для вас. Вот она какая, собственно говоря. Тут у нас наша налоговая, которая была вами похвалена, да, некоторое время назад. За конструктивные подходы, только за конструктивные подходы. Вот, я так понимаю, что в некотором смысле всё-таки они начали изыскивать, в том числе, средства, некоторым образом от них утаяны. Приветствую такие вещи. Да, да. На самом деле, вот две у нас новости за последние дни. Значит, прокуратура Кировской области добилась изъятия у бывшего чиновника дорогой иномарки в доход государства. Поводом послужило, значит, несоответствие официальных доходов и, значит, расходов на эту иномарку. И вторая история, это история, я так понимаю, что с бывшим налоговым инспектором даже, у которого изъяли в доход государства земельный участок и дом стоимостью 6 миллионов рублей, потому что эта сумма никак не могла быть им накоплена за 3 года работы. Вот. Собственно, вопрос следующий. Это какая-то такая новая тенденция пошла, потому что я посмотрела в газете «Ведомости» как раз 1 декабря, было опубликовано решение Конституционного суда, который разъяснил, что возможно изымать неподтверждённые доходы чиновников в доход государства. Вот. Но при этом комментарии эта статья вызвала разные. В том числе и то, не будет ли вот этот механизм использоваться для наказания неугодных каких-то товарищей и прочих. Подождите, неугодные в чиновничьей среде редко бывают. Так. Те, кто туда попали... Те, кто туда попали, они угодные, как правило. Потому что неугодных не берут, потому что у нас пока ещё нет культуры взять и работать успешно с теми, у кого есть другое мнение, другой взгляд на ситуацию. Руководящие люди не считают это богатством, своим богатством, что вдруг у него появится человек с альтернативной точкой зрения. Потому что пока действует принцип правленческого идиотизма. Есть два мнения – моё и неправильное. Вот с таким подходом туда неугодные не попадают. Что касается... Я приветствую полностью отношения чиновников этого подхода. Почему? Потому что человек пришёл служить стране и государству за это, получает деньги. Не заработав эти деньги, обратите внимание, зарабатывают их те, кто создаёт национальное богатство страны, бизнесмены. А раз ты пришёл свой кусок хлеба с этого стола получить, так не нужно чужой ещё кусок-то заодно прихапывать, чтобы купить Порш или ещё что-то, ещё что-то. Вот я не покупаю себе Порш. А почему, кстати? Ну, потому что вот сижу и считаю там, а вот надо мне Порш, по моим доходам я могу себе купить. Его же ещё обслуживать надо, да? Вот его же ещё обслуживать надо. То есть, понимаете, а вот кто-то покупает вдруг Порш или там дом у него там вдруг появляется там на 400-500 метров. И вот сидишь и думаешь, ну, вроде человек работает на должности, который не очень много платит, ещё и жалуется иногда, что мало платит. В перспективе таких случаев будет больше? Я думаю, что если будет больше, будет отлично. Я надеюсь на это, что наконец-то у нас есть ещё много людей, у которых есть, значит, имущество. И некоторых мы знаем. Да, и некоторых мы знаем, которых имущество несоответствующее получаемое доходам. Понимаете? Поэтому я считаю, что совершенно правильный подход прокуратуры и налогового органа, и вообще в этом смысле подход государства правильный. Это начало наверняка, начало подтверждения вот конвенции, значит, по коррупции европейской, так сказать, подтверждения действий на территории России. И это здорово. То есть приближаемся хотя бы в этом, приближаемся к Европе. И слава Богу. Ну, хотя бы так. Спасибо большое, Азиас Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» был у нас в гостях. Анна Лапшина, особое мнение. Я с вами прощаюсь. До свидания. Спасибо всем. До свидания. Хорошего настроения. Азиас Агаев, директор аудитория «Бизнес-информ» был у нас в гостях, который был у нас в гостях. Азиас Агаев, директор аудитории «Бизнес-информ» был у нас в гостях. Продолжение следует...